Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте рассказать вам о тактике ведения больных с фибрильной нейтропенией. Это достаточно грозное осложнение, которое требует немедленной и адекватной терапии. Иначе здесь очень высокая летальность данной ситуации, более 50%. И тот, кто занимается химиотерапией, назначает особенно интенсивные режимы химиотерапии или стандартные, то обязательно рано или поздно сталкивается с ведением таких пациентов. Некоторые предпочитают гематологи термин «нитропеническая лихорадка», многие предпочитают термин «фибрильная нейтропения», но по сути это одно и то же. И здесь как бы в терминологии две составляющие. Это высокая лихорадка, по разным определениям они бывают разные, но это 38 и выше, и всё это происходит на фоне глубокой нейтропении уже состоявшейся или ожидаемой глубокой нейтропении в течение ближайших 48 часов. Это состояние делится на несколько важных клинических событий, которые могут пересекать одно в другое. И если действительно не проводить должной терапии, то всё может закончиться достаточно трагично для данных пациентов. Всё начинается с синдрома системной воспалительной реакции. Это наличие двух и более признаков высокой лихорадки выше 38 или наоборот. Гипотермия ниже 36 градусов, тахикардия, учащение сердечных сокращений более 90, одышкой, лейкоцитозом в клиническом анализе крови или наоборот лейкопенией. И может быть также сдвиг лейкоцитарной формулы более 10% палочкоядерных нейтрофилов. Следующий – это сепсис, системная воспалительная реакция и локальный инфекционный процесс. Дальше тяжёлый сепсис – это сепсис с гипотензией, с нарушением функций отдельных органов, с гипоперфузией. Могут быть расстройства центральной нервной системы, аллегория. И дальше всё может переходить в септический шок, когда уже реанимационные мероприятия могут быть неэффективными и всё заканчивается полиорганной недостаточностью. В последние годы, в 80-е, 90-е и по настоящее время отмечается усиление роли грамм положительных коков, снижение частоты выявления грамм отрицательных бактерий. В культуре крови наблюдаются непатогенные флора желудочно-кишечного тракта и ротовой полости и также стафилококки, которые характерны для клиники. Увеличивается частота антибиотикорезистентной грамм отрицательной бактериальной инфекции. И в большинстве случаев возбудитель и очаг инфекции не определяются, несмотря на поиски очага инфекции. Наиболее частые возбудители из грамм положительных коков, если посмотреть, то они становятся всё более и более резистентными к основным антибиотикам широкого спектра действий, в том числе и ванкомицин резистентные, энтерококки наблюдаются. Увеличивается резистентность к макролидам. Из грамм отрицательных бактерий также образуются новые штаммы с мутациями и также резистентные штаммы к бета-локтамным антибиотикам. Также у пациентов наших онкологических может быть и неинфекционная лихорадка, она может быть связана с прогрессированием основного заболевания, с некоторым применением цитостатиков, с гемотрансфузиями. Реакция может быть на применение колоннестимулирующих факторов и на проявление аллергических реакций, тоже надо об этом помнить. Для того, чтобы снизить риск частоты возникновения фибрильной нетропении, обсуждаются вопросы применения первичной профилактики колоннестимулирующих факторов, то есть это через 24 часа после введения цитостатиков. И это оправдано при высоком риске фибрильной нетропении более 20%. И одним из неблагоприятных факторов риска развития фибрильной нетропении – это возраст наших пациентов более 65 лет. Также имеют значение сопутствующие заболевания, основной диагноз, распространённость основного процесса, открытые раны, наличие хронических заболеваний, поражение костного мозга и также проводимые режимы химиотерапии, как по цитостатикам с определённой мелотоксичностью, так и по интенсивным режимам химиотерапии. То есть первичная профилактика колоннестимулирующими факторами оправдана у пациентов, когда проводится интенсивный режим химиотерапии. Это пожилые пациенты, ослабленные пациенты и риск развития фибрильной нетропении в более 20% случаев. Высокий риск. Режимы химиотерапии с высоким риском развития фибрильной нетропении – это стандартные режимы у больных, особенно в комбинации с токсанами. Это при многих достаточно относительно чувствительных нозологиях злокачественных заболеваниях. Это рак молочной железы, это мелкоклеточный рак, это герминогенные опухоли. И даже деграпазин, содержащий комбинации, они тоже обладают высоким риском развития фибрильной нетропении. Первичная профилактика колонии с стимулирующими факторами также может обсуждаться и у пациентов с низким риском менее 20% развития фибрильной нетропении. Это опять пациенты пожилого возраста. Также поражение костного мозга может влиять и сопутствующие заболевания. Режимы химиотерапии с низким риском фибрильной нетропении – это уже монохимиотерапия токсанами. Это стандартные режимы для колоректального рака, рака пищевода, желудка, рака яичников, немелкоклеточного рака лёгкого и опухоли яичка. Первичная профилактика колонии с стимулирующими факторами не рекомендуется. Рутинное её применение при химиотерапии при солидных заболеваниях и оправданное только при достаточно высоком риске развития фибрильной нитропении. Также в тех случаях, когда используются более интенсивные режимы химиотерапии, то это оправдано в рамках проведения рандомизированных клинических исследований. Нет рекомендаций в отношении, какие колонии стимулирующие факторы использовать, в каких дозах, в каких режимах для лечения профилактики мукозитов. И также оправданная первичная профилактика колонии стимулирующих факторов у пациентов с вирусом иммунодефицита. У пациентов с лимфомами нехочкинскими, учитывая высокий риск стандартной химиотерапии развития фибрильной нитропении, используется первичная профилактика колонии стимулирующих факторов, особенно у пожилых пациентов, при использовании схемы и почвы, также при применении терапии второй линии. Это комбинация с исплотина, с маптерой, или без нее, или карбоплотина. Частота риска развития фибрильной нитропении, естественно, зависит от дозы используемых цитостатиков, проводимой химиотерапией, ну и также интенсивности курсов, проводимых в программе лечения этих заболеваний. Первичная профилактика колонии стимулирующими факторами обсуждается при применении комбинированной химиотерапии с токсанами у пожилых пациенток. И это позволяет провести 6 курсов химиотерапии в полном объеме, особенно если это обсуждается в вопросе адзевантной химиотерапии. Факторы риска развития фибрильной нитропении – это снижение альбумина, это возникновение фибрильной нитропении после первого курса химиотерапии, это тяжелые сопутствующие патологии и пожилой возраст пациентов. Каждый фактор коррелирует с наличием развития фибрильной нитропении. Вторичная профилактика использования колонии стимулирующих факторов – это если нитропения развивалась после первого курса химиотерапии, и если снижение или отклонение нарушения программы химиотерапии повлияет на выживаемость без прогрессирования, на общую выживаемость, на результаты лечения. Если в анамнезе были эпизоды фибрильной нитропении, длительная глубокая нитропения, уже обсуждались вопросы о отсрочке химиотерапии или проводятся интенсивные режимы химиотерапии. При адзивантной химиотерапии вторичная профилактика колонии стимулирующими факторами также актуальна, особенно если были уже ранние эпизоды фибрильной нитропении, и нарушение программы может повлиять на эффективность дальнейшего лечения. Вторичная профилактика также используется при неходжкинских лимфомах, если были уже эпизоды фибрильной нитропении, и длительная нитропения может повлиять на интервалы проводимой химиотерапии. При лимфоме Ходжкина, при стандартной химиотерапии АБВД колонии стимулирующие факторы, в общем-то, как правило, не используются. Терапевтическое применение колонии стимулирующих факторов не используется рутинно при фибрильной нитропении, не используется у пациентов вообще с нитропенией, особенно если это невысокая нитропения. Применение колонии стимулирующих факторов при фибрильной нитропения оправдана при высоком риске инфекционных осложнений, при наличии очага инфекции, при таких неблагоприятных факторах, как глубокая нитропения, длительная нитропения, гипотония, органная недостаточность, эвазивный микоз. Или если лихорадка не снижается в течение 48 часов, при назначении антибиотиков широкого спектра действия. Колонии стимулирующие факторы при фибрильной нитропении укорачивают госпитализацию, периоды восстановления показателей крови, но не улучшают общую выживаемость. Обсуждаются назначения колонии стимулирующих факторов, но нет пока полной доказательной базы. Это назначение у пациентов колонии стимулирующих факторов с септическим шоком. Это при первичной и вторичной профилактике, при применении палеоативных режимов химиотерапии, при мистостатических стадиях солидных заболеваний. Первичная профилактика колонии стимулирующими факторами при адювантных режимах и также при адювантном режиме при лечении колорактального рака. То есть здесь это может применяться, это обсуждается, но это должно обсуждаться в каждом индивидуальном случае. Рутинно в этих ситуациях колонии стимулирующих факторов не назначаются. На сегодняшний день их достаточно много. Я не знаю, может быть, это даже не все колонии стимулирующие факторы. Но основная это филгростим и пигелированный филгростим неоластим. То, что их отличает. Колонии стимулирующие факторы. Ну вот есть данные, что они могут влиять на рост мелодных клеток, включая злокачественные клетки. Немелоидные клетки инвитро стимулируют эпителиальные клетки. Есть риски возникновения мелодиспластических синдромов, но процент их как в абсолютных, так и в относительных числах достаточно низкий. Не предотвращают тромбоцитопению и анемию. Применяется только через 24 часа после последнего введения цитостатиков. В комбинации с рядом препаратов, особенно блеомицинсодержащими режимами, может возрастать пульмональная токсичность. И поэтому при назначении колонии стимулирующих факторов всегда надо оценивать риски и преимущества. Есть центры, где осторожно назначают колонии стимулирующие факторы. И основная проблема связана с тем, что считают, что может стимулировать опухлевый процесс. Хотя в таких клинических больших рандомизированных исследованиях, подтверждающих, это, в общем-то, не было представлено. Пилфилграстим неулластим – это препарат прелонгированного действия, долго циркулируется в крови, обладает саморегуляцией нейтрофильного криленса. Его доза 6 мг используется однократно, без учёта веса тела. Он не рекомендуется при еженедельных режимах. Он должен использоваться с режимом химиотерапии, который не менее двух недель. При сравнении пилфилграстима и филграстима токсичность этих двух колоний стимулирующих факторов, в общем-то, сопоставима. Противомикробная профилактика антибактериальная и противогрибковая обсуждается, когда будет глубокая длительная нитропения, более 7 дней, или имеются другие факторы риска инфекционных осложнений или летальности. Противомикробные из антибиотиков чаще всего используются с профилактической целью фторхиналоны и из грибковых препаратов люканозол. Лечение фибрильной нитропинии. Но самое главное – это эмпирическая антибактериальная терапия, которая снижает летальность, связанную с инфекцией. Время очень ограничено, считается, чем быстрее, тем будет. Это влияет на прогноз пациентов с фибрильной нитропинией. И по многим рекомендациям это в течение первого часа. Нужно стертифицировать риски при назначении противомикробной терапии. Обсуждаются вопросы, где проводить лечение фибрильной нитропинии в зависимости от рисков в стационаре или амбулаторной, и как назначаются антибиотики широкого спектра действия внутрь или внутривенно. Если у пациента какое-то неблагополучие, он вызывает скорую помощь, у него что-то не так, как происходит обычно, и он в течение последних шести недель получал режим химиотерапии, то нужно, естественно, исключать или предполагать фибрильную нитропинию. Обязательно узнавать о начале симптомов, какие это были симптомы, продолжительность, выраженность, было ли в течение последнего времени ухудшение или улучшение общего состояния. Если проводилась химиотерапия, то когда, какой день химиотерапии и какие противоопухолевые препараты использовались. Также обычно нужно обращать внимание на температуру, пульс, частоту дыхательных движений, артериальное давление. Имеют значение также результаты последнего обследования, если они были, какая проводилась ранее лечение, какое проводилась, или это была лучевая терапия, или химиотерапия, или хирургическое лечение, не было ли аллергической реакции, какие препараты он сейчас применяет, проводилась ли антибактериальная терапия, есть ли хронические заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Лечение фибрильной нейтропении, но лучше всего это, конечно, через внутривенный доступ. Если есть такая возможность, это постановка центрального венозного катетера, хуже – это периферический венозный доступ. Обязательно ставится физиологический раствор. Если артериальная гипотония, то это капается быстрее. Если нужно, вводятся электролиты. Обязательно берутся пассивы. При эпизоде фибрильной нейтропении необходимо 10 мл крови. Из каждого, если это многоканальный центральный венозный катетер, из периферической вены в два также флакона для анаэробной и аэробной культуры. Если нет центрального венозного катетера, то заборы берутся из двух точек. Обязательно развернутый клинический анализ крови, электролиты, натрий калий, хлор, кальций, газы крови, альбумин, мочевинокреатинин, сахар крови, коагулограмма. Физикальный осмотр, времени даются очень мало и риски осложнений оцениваются. Также же есть шкала, которая позволяет нам оценить риски инфекционных осложнений при фибрильной нейтропении. При фибрильной нейтропении очень сложно диагностировать найти источник инфекции. Лихорадка может быть единственным проявлением инфекции. Очень быстро может быть сечение. И также инфекция может развиваться в отсутствии лихорадки, особенно у больных с подавленным иммунитетом. Особенности современной инфекции при фибрильной нейтропении – это усиление грамм положительных коков, это увеличение частоты системных микозов, особенно у пациентов с лимфомами, это увеличение вирусной инфекции. Классификация инфекции у больных фибрильной нейтропении может быть доказана инфекцией микробиологически, она может быть клинически подтверждена, и может быть лихорадка неясного генеза. Основные очаги инфекции при гемопластозах – это до 34% инфекции кровотока, это пневмония до 13%, это инфекции ротовой полости до 20%. И в 56% случаев очаг инфекции, как правило, не находят. Источники инфекции у больных с нейтропенией – это желудочно-кишечная флора, это медицинские персоналы, это трансфузионные среды, это воздух, пища и различные наши инвазивные манипуляции. Высокий риск осложнений, если у пациента инфекционных осложнений, то это обязательно пациент нуждается в срочной госпитализации, особенно если у него выраженная сопутствующая патология, если он клинически нестабилен, если резкое снижение абсолютного числа нейтрофилов и ожидаемая продолжительность этой нейтропении будет более 7 дней, если отмечено повышение креатинина, прогрессирование основного процесса, есть инфекция, если факторов набирается по шкале МАСК менее 21. Есть шкала, определяющая риск осложнений инфекционных при фибрильной нейтропении. Это проявление заболевания, гипотония, заболевание легких, наличие инвазивного микоза, солидная или гематологическая опухоль, амбулаторный больной и возраст. Если у пациента низкий риск инфекционных осложнений, то можно обсуждать амбулаторное ведение этих пациентов. И если нет тяжелых клинических симптомов, тяжелой патологии, нет прогрессирования основного заболевания, нет глубокой нейтропении, ожидаемость, не интенсивный курс проводимой химиотерапии и недлительная ожидаемая нейтропения, отсутствие признаков инфекции, и если набирается признаков более 21, этот пациент может получать антибактериальную терапию как в условиях поликлиники или дневного стационара, так и амбулаторно. Также для факторов, определяющих высокий риск осложнений при фибрильной нейтропении, имеют значение лабораторные показатели, в том числе и анемия, и тромбоцитопения, также длительность ожидаемой нейтропении, клинические проявления инфекции, диарея, склонность к гипотонии. Если низкий уровень развития инфекционных осложнений при фибрильной нейтропении, это достаточно благоприятная группа пациентов, и терапия может назначаться антибактериальная внутрь, но всегда должен быть контакт с этим пациентом в течение 24 часов, должно быть посещение клиники через день, и должна быть возможность экстренной госпитализации. К сожалению, в условиях наших это достаточно сложно вести пациентов в амбулаторных условиях с фибрильной нейтропении, даже с низким риском развития инфекционных осложнений. Могут использоваться вторхиналоны пролонгированные, и могут использоваться другие препараты пенициллинового ряда. Если высокий риск, то начальная антибактериальная терапия обязательно проводится в условиях госпитализации, назначается импирическая внутривенная антибактериальная терапия или цифалоспоринами четвертого поколения, или карбопиненами, или комбинированными антибактериальными препаратами. Это основная стратегия современного введения или антибактериальной терапии пациентов с фибрильной нейтропенией, которая позволила значительно улучшить результаты введения этих пациентов. Также в некоторых центрах используются тазоцин. В первой, в начальной терапии импирической при фибрильной нейтропении нужно участвовать чувствительность в этом центре наиболее вероятных возбудителей и местные эпидемиологические особенности. Если у нас развивается тяжелый сепсис или септический шок, то есть это и инфекция, и органная недостаточность, тогда, конечно, обсуждается вопрос о переводе пациента в отделении интенсивной терапии, используется эмпирическая комбинированная антибактериальная терапия и также используются колонии стимулирующих факторов, кроме симптоматической терапии в условиях реанимации. Если это сепсис с доказанной инфекцией, то используется эмпирическая антибактериальная терапия. Если у нас лихорадка неясного генеза или клинически доказанная инфекция, то, конечно, разрешение этих клинических событий и летальность, они здесь совершенно разные. Поэтому обязательно должны быть направлены все мероприятия для того, чтобы выяснить и доказать источник инфекции у данного пациента. При фибрильной нитропении могут также быть использованы дополнительно другие противомикробные препараты. Если имеется гипотония, пневмония, резистентность к ряду антибиотиков, надо учитывать коррелинические проявления у этого пациента каждый день, местную резистентность к противомикробным препаратам и, конечно, надо ждать получения бактериологического отчета. Также надо обсуждать вопросы назначения ванкомицина в начальной терапии антибактериальной. Он показан при подозрении на катетеросоциированную инфекцию, при инфекциях кожи и мягких тканей, при пневмонии, при нестабильной гемодинамике и при наличии метицилорезистентного золотистого стафилокока. Грибковая инфекция – это вторая причина неэффективности начальной терапии. Уже здесь говорили, что флюконозол не влияет на терапию инвазивных микозов. Также надо помнить, что может быть смешанная инфекция, в том числе и вирусная инфекция. И надо обязательно идентифицировать вирусный микроб для того, чтобы, соответственно, назначить правильную терапию противовирусными препаратами. Идет постоянный мониторинг этих пациентов, есть ли нормализация температуры или нет. Если этого не происходит, тогда обсуждаются вопросы о добавлении или смене антибиотиков, добавлении противогрибковых препаратов. Если в течение 48-72 часов пациент ухудшается, тогда обсуждаются вопросы добавления противовирусных препаратов и добавляются препараты для типичных возбудителей. Основные выводы – это стратификация пациентов по факторам риска инфекции, эмпирическая срочная антибактериальная терапия антибиотиками широкого спектра действия, кратчайшие сроки, назначение колонии стимулирующих факторов согласно рекомендации. Риск фибрильной нитропении оценивается перед каждым курсом химиотерапии. Интенсивная химиотерапия – это всегда связано с высоким риском развития фибрильной нитропении. И возраст пациентов 60-65 лет, даже получавших стандартную химиотерапию – это тоже фактор риска развития фибрильной нитропении и также инфекционных осложнений у этой группы пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Лариса Валентиновна. Будут вопросы к Ларисе Валентине? Я думаю, что достаточно всё ясно и чётко в своём сообщении Лариса Валентиновна нам обозначила. И хотелось ещё раз подчеркнуть. Все докладчики, которые сегодня выступали, подчёркивали важность своевременной диагностики, правильной диагностики и, главное, высоко квалифицированной помощи больным лимфомами Ходжкина и неходженскими лимфомами. Важна не только своевременная диагностика осложнений, но и правильный подход лечения этих больных. И ещё раз хотелось бы обратить ваше внимание, что на все вопросы, которые могут возникнуть у тех коллег, кто слушает нас сейчас, кто будет слушать нас в будущем, мы готовы ответить. И в своих презентациях Илья Сергеевич и Сергей Михайлович оставляли свои контактные данные, по которым можно позвонить, написать, и мы в любой момент готовы на все возникшие вопросы ответить. И хотелось бы выразить глубокую признательность всем тем, кто нас сегодня слушал. И самое главное, прежде всего, организаторам и помощникам данного мастер-класса, компании МСД, хотелось бы выразить глубочайшую признательность докладчикам, которые нашли возможность, подготовили великолепные презентации, отражающие все современные подходы в лечении больных лимфомами Ходжкина, не Ходжинскими лимфомами. Тактику при… Вот Николай Николаевич совершенно блестяще рассказал нам о современных возможностях противогрибковой терапии, включающей такие препараты, как андилофунгин, каспуфунгин, микофунгин, показал нам возможности, преимущества этих препаратов, обладающих достаточно высокой доказательной базой. И Лариса Валентиновна в своем сообщении показала о необходимости лечения больных специализированных стационарах, так как при возникновении столь грозного осложнения, как фибрильная нитропиния, пациенты нуждаются в скорой, в скорейшей госпитализации для оказания своевременной помощи, что еще раз подчеркивает, что больных лимфомы Ходжкина и не Ходжинскими лимфомами нужно лечить в специализированных гематологических стационарах, в которых есть возможность не только назначить терапию больным, прежде всего обратившимся новым пациентам, но и определиться с дальнейшей тактикой. В этих стационарах обязательно должно быть все для возможности оказания и высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией костного мозга. Поэтому еще раз позвольте поблагодарить всех, кто нас слушал, и мы, в свою очередь, готовы всегда ответить на все вопросы, которые могут возникнуть и оказать помощь нашим пациентам. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.